Вчерашние публикации данных из США не оказали сильного эффекта на рынок. Эксперты уверены, что у трейдеров не сформировалось конкретное видение ситуации. Ведь для этого нужно дождаться публикации еще ряда макроэкономических данных. В частности, трейдеры ждут статистику потребительских настроений в США. Они рассчитывают, что потребительские настроения останутся на уровне июля. А в целом этот показатель будет как индикатор долгосрочных инфляционных ожиданий, который значительно вырос в последние месяцы. Конечно, это будет влиять на индекс доллара и пары, связанные с американской валютой. Перейдя к детальному обзору индекса доллара, мы видим, что котировки уже два дня находятся в узком ценовом диапазоне. Инвесторы все еще ждут сигналов от Федеральной резервной системы о сворачивании стимулов. И на этом фоне поддержку американской валюте окажет рынок, опубликованные на этой неделе экономические данные. Вероятно, индекс доллара США не опустится ниже отметки 92.90, а достигнет уровня сопротивления на 93 пункта уже совсем скоро, на что указывают многие внешние факторы. В четверг доллар относительно иены продолжил торговаться без каких-либо существенных изменений. Пока что для дальнейшего роста цене нужно закрепиться над вершиной вчерашнего дня 110.55, и это автоматически будет означать и выход к уровню сопротивления. Целью роста станет значение 111.39, что соответствует вершине мая 2018 года. В целом растущую тенденцию поддерживает ряд технических индикаторов, поэтому такое развитие событий более вероятно. В это же время австралийский доллар вчера снизился на 39 пунктов, достигнув ранее отмеченной цели на 0.7340. Теперь от этой границы намечается разворот вверх, но силу австралийца к росту пока маловато. Поэтому с большей долей вероятности котировки могут продолжить снижение под минимум от 10 августа на отметку 0.7317. Конечно нам стоит ожидать попытку прорыва наверх и отыгрывания ранее утраченных позиций, но удастся ли это? Вряд ли. В целом азиатская сессия пятницы торгуется на положительной ноте. Последние несколько дней рост американских индексов был вызван отчетностью компаний, новостями о принятии государством инфраструктурного пакета, а также данными о сохранении уровня инфляции. А данные по потребительским ценам поддерживают позицию Федрезерва США о том, что высокий уровень инфляции носит лишь временный характер. И на этом у нас пока все. Мы желаем вам профитных сделок и ждем вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. До встречи!